вот в общем ребят мы заказали яиц потом что-то на пасху уже потихоньку там продукты вырезает так раскрыть или не так учитывать у нас горошек так до 25 но что 25 прикольно почему-то такая скидка на них непонятно не 8 69 рублей стоит за место став куру за так до 0 4 0 3 неплохо так тоже 25 вот экран потом хлеб хлеб и моя любовь они просто ребятам самые-самые вкусные про самый-самый вкус они вышли не так рука не вышли где-то так не за тут то по карте что-то не по карте не так короче че тут мои любимые чокупай и бойчку больно уж ладно далее александрова брауни я обожаю вас грязьким орехами карамелью вот просто просто любовь такая любовь на 0 8 0 5 вот кому-то интересен состав опа чирик вау нашу подарочек и откроем значит далее у нас или такие от хава конфеты капец как подорожали если именно брать весовую категорию это пипец по 600 по 700 рублей в это вообще конечно ужас поэтому взяли за 200 рублей на пасху такие конфетки не тут до 19 0 8 так далее мы взяли одно мыло наша любимая и у нас баночек кошкам 4 4 банки да вот с кроликами печенью там интересно что это вырасти с лентой испугалась озон короче сейчас откроем это нужно вырастить и что это посев семян подготовьте емкость с почвы сделайте лунку оторвите стик семенами поместите его землю плотните почву полить и водой почву так у основания стика так две столовые ложки уход поставить емкость светлое сухое место вдали от прямых солнечных лучей это ежедневно поливайте растения так 1-2 столовые ложки воды первые так всходы появятся через 5-8 дней после посева пересадка по мере роста растений может надобиться пересадка в емкость большего размера либо в открытый грунт краснокочанная капуста это сестра обычный капуста только другого цвета своему необычному оттенку это так этот сорт обязан с так особым пигментом фиолетового цвета антоцианом короче херна херна еще вот типа красная капуста а ебать так это семена ребята это семена я общаюсь екарный баба а если они какие-нибудь отравленные а если они какие-нибудь специальные слушать я не доверяю такой ерунде до свидания с вещей до свидания в коем случае выкидываю будем это выкидывать кому интересно вот такие семена в подарок дали на хер еще главное на коробочку какие-то семена приклеили нет вы знаете если бы в подарок бы какую-то бы отдельную бы дали да вот пачку семенами а тут неизвестные семена с какими-то хуй знает чем извините как бы значит это выкинуть ну типа итог должен был получиться вот такая капуста капуста все насрать так этот кран следующий пакет и значит тут у нас идет крабовые палочки надо посмотреть вас одни крабы палочки есть мы вторые взяли до 16 07 дон-дон-дон-дон классно нам повезло этот раз такие вот они классные так и 2 кошка футасу идут нас яички вот 30 штучек на сейчас естественно пока такие покупки господи о это когда я вытирала телефон походу еще и камеру замарала короче я сейчас бегала в магазин ничего вам не снял потому что бегала быстро насколько достаточно жарко он все не было в зиме куртки еще потому что ничего еще не прогрелась и у нас лучше там жарко достаточно вот естественно так не вздевалась и просто так чуть-чуть киточку по зимнему вместе с весной такой найти типа это разнообразие в кавычках короче купила бумагу купила там еще как какие ингредиенты хочу сделать какое чё вкусное и ко мне приехала земля вы будете в шоке на я должна ее за впечатлить решить короче посмотрите и это все земля по идее я заказываю 12 литров но указывать эту 25 типа я еще не понимаю может быть реально 25 потому что 50 литров стоит 700 рублей я купила и 25 метров на 400 рублей она огромнейшая а ее просто не понять капец и лежат у ребят смотрите как хватит надолго калу земелька ух так еще ко мне пришла форма у нас заранее вообще покажу покупки это вот не для ингредиентов нужно масло это что я магазин сходила купила потому что я их люблю вот такой вот картошка и вот еще бумага вот такая форма прочь и да эта форма лет ребят всего 12 сантиметров я вам говорила что найдет для мини таких тортиков принципе мясе разъемная форма я могла бы там сделать данную же все отмерять чтобы ничего не подтекало это нужно все а здесь просто заложил включил сделал и готово и как раз для этого я заказала сливки потому что хочу попробовать загустителем получится у меня или нет очень на пасху уже достаточно люди уже как сказать магазины точнее уже привоз есть для пасхи вот но я так так как я все закупил достаточно такое нужно закупить ингредиенты всякие вот для приготовления поэтому сейчас мне нужно искать именно тот рецепт пряников которые буду делать этом вы выборочно брала и рецепт как раз кулича на ее выбрала вот надо все записать короче и купить для этого ингредиенты потому что 24 пасха уже скоро вот поэтому сейчас короче я чуть-чуть отдохну я короче как раз постирал короче да короче очень взять я постирала сейчас короче за занавески и шторы вчера точнее на кухне все прогладила и сейчас занимаюсь большой комнатой там все делаю завтра буду делать вот здесь вот и очень как-то так подготавливаю слегка привожу прямо вот генеральную уборочка была аж вплоть до окон вот стараюсь но сегодня короче по планам я буду заниматься пересадкой то есть мне нужно искать большие достаточно такие тары и я я буду короче заниматься пересадкой только эта земля очень тяжелыми наверно надо чтобы мне кто-то помог ее затащить потому что я нафиг нафиг не так хватает тяжелости тяжелости за день поэтому надо чтоб никто не помог вот и короче буду заниматься земелькой и выращивание продолжать вот это земли не должно точно хватить даже мне кажется и на мне кажется даже и на эти как его на дыне но кто знает да по факту посмотрим как бы я не знаю честно но в общем эксперимент так прямо пошел прямо вообще выше выше горы несколько может даже так сказать потому что я не ждал что я прямо еще буду закупаться землей а он она как пошло дело сейчас я пока стираю занавески вот и буду заниматься вы посмотрите сколько занимает такая вот земля вот кто хочет смотрите покупайте ее на все мощности нравится у всех хорошо все в сходе даже смотрела и по фотографиям вот такая то на получается она у нас сделана 1603 вот партия 03 короче партия 3 часто такой очень заниматься пересаживать поэтому пока ничего не через переборку никакой делать не буду вот вот назначение для выращивания рассады овощей также кустарников но ягодный до походу учет у нас тут клумб посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев вот как-то так не закрывается надо уже там короче решать не пока я нафиг когда решить это дело вот ну сейчас я с этим просто здесь все за загаде вот постараюсь конечно сделать это аккуратно но не знаю сейчас хочется перенести сюда рассаду и сразу подготовить все потому что это я только сейчас полежала отдохнула и еще не даже ничего не подготовила хотя сейчас я вам все покажу очень вот пока вот так вот они вот еще что-то огурцы что-то дыни что-то перцы но перцы не здесь мы по мы поняли где перцы еще где-то здесь должны быть цветы очень там еще растет знаете как мы это понимаем земля увеличивается то есть она начинает подниматься вот так видите какие вот этот именно бабушкины прямо от ее семена поэтому вот мы нашли ведерко посмотрите какое оно о такой ведерочко только красивая классно выполнено так все ласку приготовила я так но мытью в принципе не важно там что так лаука она прямо видно что уже новенькая новенькая заметка всякие вот какашки да я сразу выкидывать сейчас пока буду наваливать землю ведь ребят земля абсолютно еще свежая такая прямо найти ну рассыпчатая мягкая классно вот ты раза я полила всю землю так сейчас будем разбираться с этой так чтобы обрезать все стирать ну ладно мне ведерко так это понравилось если было бы таких много ведерочек было бы классно просто классно значит надо эту просто разрезать и сюда и утрамбовать и все пока как то так получилось это и вот это и вот это знаете что купила в магазине десяточки мне привезли рыбу горбушу вот но больше этой большую жирную горбушу ярко пуши за свое время за свои 18 лет разделала очень-очень много и знаете я ее разделываю а в ней красная такая продвиж какая-то идет вот вот здесь смотрите в этом разрезаешь кусок до разрежаешь кусок а там внутри ах ну кишки да и идет вот такое вот вот такие продвиж как будто знаете вот вставили укол блять туда что-то накачали вот в этом место и все идет около кости я понимаю там до кровяное вот здесь идет около кишков а где кость идет там вроде как все должно всегда быть чисто она она не это самое то просто я много рыбы разделывала обычно берешь рыбу ну это не размороженная тяжело ли бать вот в общем не буду наверно не получится эту только принесли вторую уже мы купили вторую рыбину купили обычно разрезаешь раскрываешь ее видите она какая эти хорошая но не такая красная как то она была прям красная красная ребят накачанная она была просто вот красная как вот форель ну не форель а семга вот видите ничего нету то есть белая косточка да и кишочки в той рыбе вот в этом месте по всей длине рыбы по всей длине рыбы вот в этом месте было красное не красное а запеченное какое-то такое вещество по всей почти рыбе не было не пришлось ребята ее выкинуть чайкам у нас много чайкается, пришлось вот такой кусок вот такой кусок рыбы а рыба была большая, куски вот такие как у семги, мне пришлось выкинуть в окно вот это вот вот она такая была только здесь она как горбуша а та выглядит как семга, прямо красная красная и как будто вот укол сделан и что-то запущено потому что я такого в жизни не видела, чтобы вот в рыбе было вот такое какое-то пятно которое шло бы по всей рыбине внутря ну та действительно была очень жирная, вот в окне она лежит покажу ее вам вон смотри куски выше, ты видишь их, нет? вон видите какая она была жирная, огромная ну может то, что она красная я и преувеличила, хотя нет и вон на ней даже видно ну вы не видите, черное такое, оно даже не красное а черное внутри рыбы сбоку идет черное вкрапины как смола черная что вот это такое мы есть побоялись и поэтому купили другое но другая уже не такая жирная не такая она абсолютно чистая у нас, короче, ребят, драка за рыбу смотрите сколько улетели улетели, не успела заснять улетели, как кружат в общем я закончила с уборкой и сейчас буду делать кое-что вкусненькое да, надеюсь в общем, все, что я хочу сделать это первое вообще проверить эту форму маленькую потому что мне интересно как получается у меня не общий бисквит и я знаю, что сейчас какой-то тренд пошел на такие торты и я такая думаю я, конечно, не люблю быть тренд быть каком-то там выше всех я люблю просто именно пробовать и поэтому мне интересно просто посмотреть как это будет вообще смотреться то есть я не слежу там за моду за всеми этими знаете, там, что-то с модной все такое я делаю чисто лучше как есть вот и купила чисто попробовать и опять же повторяюсь и в дальнейшем печь если, к примеру, ты в общем, у тебя ходили 2-3 яйца и ты хочешь себе какой-то такой бисквит подобие вот все то есть мне нужно построить рецепт для маленькой формы бисквит либо просто самой сделать просто может быть убрать добавить 2 яйца может яйца С1 они большие достаточно вот и хочу также сделать пирог то есть он идет на рассыпчатом тесте с добавлением джема только у меня не джема варенье но это без разницы я делала в прошлый раз и с добавлением творожной массы то есть перевивать творожную массу выкладываете все это туда далее добавляете варенье там джем и все это выпекать и все в общем только перед этим нужно сначала сделать тесто его по форме расхеракать далее сделать как это называется вилка вот такие короче штучки и отправить вот чтобы именно это все там прожаривайся пропеклось вот а потом уже добавлять следующие ингредиенты и далее делать короче я покажу наверно сам процесс посмотрим ну а я как обычно ребят растрепа потому что потому что потому не знаю я вообще как-то не с хвостиками с семьи не люблю ходить просто чисто заколка захеракала кое-как даже без разницы как и хожу вот поэтому как-то так вот а еще ребят я так как записываю ингредиенты которые мне нужно купить в принципе это очень хорошо что я закупилась опять же повторяю с ванилитом потому что разрыхлитель у меня вот дохера дома но в чем минус почему-то во все пряники добавляют соду или пряности а пряности я никогда не добавляла даже раньше когда может быть мы делали печенье или пряники потому что я ненавижу это для меня это как-то ну непонятно даже может это добавлять какого-то лива вкуса но все же смешивать столько много разных трав креандр имбирь и все остальное это достаточно как-то ну сомнительно боязненно поэтому все что делаю я я просто заменю то есть делаю все только без пряностей без заболения пряностей и добавлю заместо соды разрыхлитель какая разница что сода что разрыхлитель просто разрыхлитель более такой я бы сказала безопасный потому что сода например вот мама не может как бы она ненавидит соду в каких-то либо булочках к примеру если она вот у нас горячая штучка есть и мы там допустим покупаем вот раньше такие были уже не называются я забыла были очень сильно вкусные с добавлением такого шоколада политого сверху и когда мама пробовала она сразу говорит что 100% есть сода и она сразу уплевывала не ела поэтому поэтому из этого я короче сделаю с разрыхлителем в общем мне нужно докупить ржаную муку чтобы вы понимали а блин я никогда на самом деле не использовала ржаной муки или мне лучше ее заказать либо купить здесь потому что я даже на самом деле как-то не думала что в прянике нужно добавлять ржаную муку там нужно добавлять короче пшеничную муку и плюс ржаную муку вы скажете нахуй я вам скажу честно потому что короче типа ржаной муки пряник пряник получается намного вкуснее там другой вкус идет поэтому типа из типа он получается еще мягче а если вы будете делать только из пшеничатого макетона получится такие типа немягкие и какие-то невкусные в общем я делаю первый раз но я посмотрела рецепт прямо от этой марки от этой формы поэтому я буду следовать прямо им вот кулич я выбрала уже какой буду делать то ли творожную паску выбрала какую буду делать но мне сам факт мне надо найти марлю это просто она сложнейшая она сложнейшая сложная короче задача найти марлю потому что я сама повторяла что доверять марлю заказывать из интернета пусть она будет медицинская да естественно медицинская без разницы да но сам факт что я не доверяю сейчас потому что это медицинская хер знает что-то могут подхерачить в наше время короче я хочу просто найти какую-то старую марлю ее хорошенько выстирать из нее сделать потому что я реально я не знаю что мне делать но Ну, короче, будем смотреть. Будем смотреть, как что будет, так и будет, короче. Вот, поэтому как-то так. И всё. В общем, сейчас, ребят, я взяла одно яйцо, только у нее форма 24 см. У меня 26 см. Я не знаю, надо ли мне добавить 2 яйца. Может быть, и чего больше сахара или нет. В общем, попробую, но сначала так. В общем, вот одно яйцо. 50 грамм сахара. Вот, потом 100 грамм растопленного сливочного масла. Жду пока, чтобы слегка остыло, чтобы у нас вот ничего не свернулось. Вот, потом, там мука. Ну, нужна, короче, мука, что-то еще. И всё. Вот. Только я не знаю, хватит ли мне на эту форму. Но с чем мы посмотрим. Может, чуть-чуть туда побольше муки добавлю. Вот, ребят, собираю тесто. Масло очень, затька, быстро у меня охладилось. Прям холодное добавила, растопленное. И собираю. Такой же 220 с чем-то граммов муки. И такое тесто. Должно хорошо собираться. Должно быть однородное, мягкое. Ну, как обычно. Вот, тесто только тут не надо перетирать. А просто добавить растопленное масло. Потом я доделаю и вам покажу. Вот так пока вот так получается. В общем, вот такое у меня получилось. Так. И теперь нам надо взять вилочку и его распределить. А когда надо смазать, и не надо. Как лучше собеседовать. Да, когда уже есть масса, потом, наверное, не надо. Супер. Неправильно чуточку я зажала в форму. Сейчас. Хорошенько зажмела. Вот так. Такое тоже бывает. Ну что, сейчас сделаем. Так, это может неправильно, но это какая-то, да, верно. И в ячейке. Все. Так, берем. Вот так вот мы его распределяем. Только мне не знаю, хватит ли у меня этого или нет. Неизвестно. Но мы проверим. Вот как-то так мне хватило. Возможно, это то, что добавило больше масла. Никак было заявлено. Вот так его. И ровно, конечно. Потому что я даже не видела, сколько там формы у девушки. Но я надеюсь, что и так можно. Так, берем. Теперь. И вот так вот. Все мы обрели. Вот и оставляем. Осталось не сиренцев на 10 минут. Поэтому посмотрим, что же из этого выйдет. Ну, а это нам понадобится с вами начинка. Идеально сказал. В общем, вот 20-процентная. Так, а он уже 05. Опа, хорошо. Видите, прямо она это. Вот такую мы ее и оставляем. Так. Еще сметанка, творог 9-процентный. Два яичка. И вот такая вот Ратиборг. Клубника варенья. Очень мне нравится. Это марка Ратиборг. Только чересчур, наверное, она густая. Ой, ну, поняла, поняли какая. Вот. Но так-то я могу ее загустить. Но я не хочу просто ее портить. Это прямо клубничка. Пусть останется уж так. Состав сахар, клубника. И все. Вот. Такое. Ну, дорогая марочка. Достаточно. Я купила по скидке. За что-то... За 100... Ну, почти за 200 рублей. Купила. Вот так она стоит. Чуть-чуть дороже. На 400. Так и сахар. Сейчас раздобавим в сахар. Все это мы сейчас перебьем. Только мне нужно здесь причитать, потому что здесь... Так, тоже нормально. Только здесь она идет у нас с такого. Ой, не до какого. А сколько из грамм я забыла. В каждой... Что-то... А, в каждой по 300 грамм. Вот, а мне нужно еще вроде как 500. Поэтому 100 грамм я убираю. Хотя на мою форму понадобится много. В принципе, я не знаю, зачем-то что-то высчитывать. В общем, все, раз будем делать. Теперь добавляю начатный сахар. Все. Такая масса получается. Ну, точнее, будет получаться потом, когда я это взобью. В общем, как раз я отмерила. Ну, почти. Вот столько оставила. Вот. В общем, тут 2 столовые ложки сметаны. 2 яйца. 150 граммов. Вот как раз идет это, как она называется, сахар, ванильный сахар 2 грамма. Ну, у меня 2 грамма, какой-то может побольше. Какие пакетики. Вот 2 яйца. Теперь все, я не помню. Если что, я просто под видео потом напишу. Вот просто проверяю рецепт. Так, как буду все это взбивать. Готово. Не знаю, не жидко ли. Надеюсь, что не жидко. Утаскиваем пирог. Пирог. Такой прямо хорошо схватился. А, сейчас наблюдаю стычку. Маска получилась такая. Я посмотрела, такая. Так. Значит, сначала добавляем джем. У меня варенье. А-а-а. Мы раньше такой же. В саду кушали. Кушали. Так, сейчас. Смемочку. И будем добавлять. Он прямо с яблоками. Вот так вот. Пальсуем, пальсуем. Яблоки, наверное, лучше наверх положим. Так. А здесь просто вот так вот. Распределим водичкой. Так. Теперь лопатку развернем. Все, сейчас лопаткой мы это все. Я извиняюсь, что меня не видно. Просто хочу, чтобы вы увидели пирог. Пороженный такой. Так. Так. Вот такая, видите, она прямо нежненькая такая. И вываливаем. Все вот сюда. И это все мы должны отправить с вами еще в духовку на... Сколько? На 40 минут примерно. То есть, видите, примерно, то есть еще неизвестно. Может даже побольше. Я поняла, почему нужен джем. Потому что это все растекается. Надо было поменьше добавлять варенье снизу. Это вы имейте это в виду. Да я, в принципе, буду знать. Так. У меня очень маленький бортик. Потому что их вообще практически нет, этих бортиков. Так, ну ладно. Мне еще ничего страшного. Для первого раза. Учтем. И просто буду это делать на свою форму. Вот. Так-то есть, знаете, наборы форм. Но они такие ужасные, говорят. А это где-то по 700 рублей стоит сразу 6-7 форм. Сразу понятно, что качество говно. Вот. Поэтому я не хочу брать такое. Это мне не надо столько форм, абсолютно. Я у них 12 форм взяла. И то хорошо. Так. Ну, в общем, у меня нету бортиков таких. Ну, ничего, ничего. Как пудинг такой, знаете. Так. И сверху возьмем-ка мы ябодки. Вот так вот ябодки. Поэтому надо брать джем. Я возьму ябодки. Еще плюсом. Вот так вот мы их нахерачим. Поэтому сахар, естественно, можно снижать, ребят, в рецептах. Потому что, если будете добавлять, как я, такие вот подобные ябоды или что-то, то не нужно прямо, чтобы приторно было, зачем. Так. Ябодка. Да, вот нам еще всунуть. Вот сюда можно всунуть. Еще туда. Так вот. Ох, у меня рука такая прям. Ох, посмотрите. Все, кладем это сюда. Так. И ставим. Значит, тоже на 180 градусов. Только уже на 40 минут. Вот. Все, ждем. Снеграм самоинтересно. Ой, любую. Моя любовь. Ну, короче, ладно, все, ждем. Часточку сон, на самом деле. Ну, вот такую вот он, ребят, там. Видите, бортики у меня маленькие, а бортики должны были, короче, быть аж до верха. Ну, как, ну, почти до верха, да, формы. Плюс-минус. А, потому что, ну, форма-то большая, а я не заметила у девушки, что у нее форма такая. На срать. Ох, ладно, это не буду есть. Кто-то у меня потом еще сладенькое ждет. Итак. Ну, а теперь мы будем все мыть. Это убирать опять. У меня до хера осталось. Сметаны. Смотри, сколько осталось у меня сметаны. Да, потому что маленькой упаковочки не было. И творог. Вот творог я так сожру. Все, короче. Опять все моем. Сейчас я буду ряд показывать. Вот я ее подожарила чуть-чуть. То есть я ее, наверное, делала 50 минут. Вот на всякий случай. Она должна получиться как такая жижа. Если она у вас готовилась, да? Да. Вот видите, она как жижа. Вот тогда она получилась. Сейчас будем давать ей остыть. Вот сейчас нам надо, 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 что-то положить сверху. Прикрыть ее. Ух ты, пух ты. Вот это я поднимаю пирог. Огромнейший просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова